ну помимо всего есть еще вот уголь и в посмотрю в 2010 не 8 в 10 уже уголь был запрещен как краситель в использовании для пищи окрашивания пищевых продуктов и тут должна подняться паника и куча криков потому что чем красить в черный если запрещен уголь да нет на самом деле запретили именно уголь как е-152 растительный уголь который на сегодняшний день используется в пищевой промышленности как черный пигмент он разрешен и вряд ли его кто-то запретит потому что это мало чем отличается от обычного там аптечного угля который вы покупаете для как сорбент в качестве сорбента так что тут ничего страшного в нем нет свое время то есть чем отличается 152 и 153 и 153 он с определенной природой происхождения только растительный то есть это древесина там до растения то что выросло это без доступа кислорода прокалывается сжигается но пока не прокалывается если гвоздем а прокаливать специальных печах без доступа кислорода чтобы органика не окислялась до co2 а превращалась как раз вот в этот самый уголь то есть до чистого углерода черного карбона но это же можно сделать не только с растениями в принципе любая органика способна это делать начиная там от нефти каменно угольной смолы какой-нибудь да или просто угля который добывают его тоже можно прокалить и сжечь и но в пищевку конечно такие вещи редко когда использовались точнее вообще не использовались а вот как раз таки например продукты сжигания костей вот это использовалась и довольно часто например многие веганы не отказываются потреблять сахар почему потому что раньше в качестве систем очистки для сахарозы для раствора сахарозы применялись угольные фильтры сделанные из как раз таки из костей животных ну вот на мясо комбинате убойный цех там обвалочный до мясо срезали там набивши текст замечательные котлеты а кости остаются ну нет наверно столько собак чтобы эти кости переработать сгрызли вот что с ними делать ну тут как бы находила свое применение вот это костное сырье именно в производстве угля то есть также их прокаливали и получали в том числе как пищевые красители так и наполнение для фильтров поэтому когда вы смотрится на угольный фильтр вот когда-то он был чисто из костей ну сейчас вроде как стараются этого тоже не делать опять же сырье дорогое есть на что потратить